Добрый день! Сегодня мы с вами научимся делать цветы из капрона. Для этого нам нужен будет клей, ножницы, деревянная палочка, две заготовки листиков, вязальные нитки зеленого цвета и нитки можно ирис взять желтого цвета. Также три полосочки я их сделала из фетра, капрон и проволока. Довольно упругая должна быть. Работу мы начнем с выполнения лепесточков. Для того, чтобы сделать лепестки, вот такую форму нам нужно сделать из проволоки. Таких форм должно получиться пять штук. Для этого мы возьмем одну проволоку и кончики у этой проволоки подогнем примерно на сантиметр. Сантиметр-полтора даже получится у нас. Теперь из данной проволоки нам нужно собрать вот такой кружок. И такой формы у нас должно получиться. Теперь аккуратненько мы его подгибаем и замыкаем, чтобы у нас сомкнулись рядышком наши уголки. Теперь нам нужно выровнять до круга. И таким образом сделать пять лепесточков. То есть вот я почти выровняла, теперь мне нужно довести до совершенства. Вот у меня получилось пять лепесточков одинаковых. А точнее пять заготовок для лепесточков. Теперь нам нужно приступать к разработке именно самого лепестка. Для этого нам нужно взять капрон. Один листик капрону. И натянуть на наш листик. То есть вот так у меня получилось. Теперь в этом месте у основания нам нужно обмотать нитками ирисом. Обмотать и хорошо-хорошо завязать. Вот я беру нить и крепко-крепко затягиваю. Вот я затянула. Теперь мы ее обрежем. Можно сначала завязать, а потом обрезать. Мне так удобнее. Я делаю один узел. Туго затягиваю. И делаю второй узел. Опять же, туго затягиваю. И теперь можно обрезать. Вот такой лепесточек у нас получился. Теперь проделаем с остальными четырьмя основаниями лепестков. Вот у меня получилось пять лепестков. Я их обтянула капроном. И теперь нам нужно собрать сам цветок. Для этого мы возьмем нашу деревянную палочку. И к этой палочке нам нужно будет примотать нитками все пять лепестков. Для начала мы возьмем палочку и три отрезка из красного фетра. Теперь нам нужно вот таким образом сделать обмотку вокруг палочки, вокруг наших трех отрезков. Сделаем зеленой ниткой. Немного обмотали, поправили. И теперь нам нужно будет также вверх остальные три конца поднять. И проклеить все это клеем. И получится у нас вот такая вот тычинка. Далее мы обрежем с вами кончики, чтобы было ровненько. Вот так я склеила между собой у основания. Теперь нам нужно подровнять все кончики, чтобы они были ровные. Для этого я здесь придерживаю и подрезаю. Вот наша тычиночка готова. Теперь нам нужно сделать лепесточки. Лепесточки мы будем также прикреплять к основанию нашей тычинки. То есть немножечко повыше. Точно так же мы берем зеленую нить и приматываем к тычинке. То есть вот таким образом я обматываю. Здесь делаю закрепку, чтобы у нас нить не расцепилась. То есть вот я закрепляю. Главное очень крепко сделать, очень туго. Чтобы у нас не выпадывали наши лепестки. Теперь этой же нитью я продолжаю присоединять остальные наши лепестки. То есть по очереди. Точно так же обматываю все вместе. Дальше можно даже буквально пару оборотов. Больше и не нужно будет. Таким образом нам нужно прицепить все пять лепестков. Такой цветочек у меня практически получился. Потому что нам для начала нужно здесь прибрать. Для этого мы должны плотно-плотно так скрепить между собой все наши кусочки капрона. И так же зеленой нитью плотно-плотно примотать к нашей деревяшке. Чтобы у нас затянулось вот это основание цветка. То есть я так же беру нить и с самого начала начинаю плотно-плотно обматывать. То есть сначала я не совсем рядом это делаю, но при этом туго, чтобы получалось. То есть вот таким образом нам нужно прям, чтобы плотно-плотно-плотно она присела у нас. Попробуйте самостоятельно. Вот как у меня получилось. Теперь я возьму два листочка. Наши две заготовки я также вырезала из феттера. Так как феттер не сыплется и очень упругий. Нам теперь нужно так же присоединить к основанию два лепесточка, чтобы вот так красиво было. Так же их примотать и пройтись обратно в эту сторону до конца нашей палочки. Чтобы нить у нас была плотно друг с другом. Чтобы наша палочка не выглядывала из-под ниток. Тогда у нас получится очень красивый стержень для цветка. Вот я обмотала до конца нашего цветочка. И теперь прошлась немного вверх. И можно на данном месте нитку приклеить клеем. Ниточку я закрепила клеем. В данном месте даже незаметно. И теперь можно немножко так же проложить клей у основания наших листочков, чтобы они у нас так же красиво плотненько сидели. Обратите внимание, какой красивый цветок у нас с вами получился. Спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.